Приветствую вас и на вопрос, который вы задаете, может быть очень много ответов, каждый будет исхачать из своих взглядов, исхачать из своей даже школы психологии, приверженцем которой является эксперт. Я вам могу дать оценку того, что у вас происходит сейчас, только лишь через свою, так сказать, школу, через личностно ориентированный подход к проблеме, и если он вам покажется близким, то вы будете двигаться в этом направлении. Итак, в вашем исполнении фигурируют две основные проблемы. Ну, вообще-то говоря, три проблемы, но, как бы, проблема развода, она является вторичной. То есть, развод, суть формы, формы того, что с вами произошло. А истинных проблем всего две. Это предательство. Кстати говоря, предательство вы не раскрываете. Какое это предательство? Что есть предательство? То, что мужчина бросил вас и ребенка, это понятно, но почему он бросил, что заставило его бросить вас и ребенка? Вы не пишете здесь, не раскрываете. И вторая проблема, это проблема, собственно, того, что вам нравилось ощущение семьи и защищенности. Вот это вот две проблемы, которые вам нужно решить. Первая проблема, проблема предательства заключается, как вам, ну, в целом, правильно сказал мой коллега, Андрей Смирнов. Возвращается в вашем восприятии того, что совершил мужчина в качестве предательства. Понимаете, предательство, это действительно очень субъективное понятие. Субъективное оно почему? Потому что, если человек совершил какой-то поступок, какой-то проступок, причинил вам боль, причинил вам негатив, заставил вас страдать, то у подобного действия есть два момента. Первый момент. Это момент, когда человек уважает вас, любя вас, ценя вас, имея в виду вашу важность для него, по ошибки, по эмоциям, находясь в состоянии аффекта, увлеченности, временного помутнения разума и так далее, совершает ошибку. Ошибка, которая влечет за собой негатив вам. И понятно, что эта ошибка очень болезненная. Понятно, что это тяжело переживается вами. Но самое главное, что это тяжело переживается самим мужчинам. в данном случае. Ну или, если угодно, тем, кто совершил эту ошибку. То есть, вот тот, кто ошибся, очень сильно переживает по поводу того, что сделал. И в этом случае, если ошибка была совершена в первый раз, если до этого ничего такого не было, и если вы видите, что человек действительно раскаивается, раскаивается сильно, раскаивается искренне, то стоит подумать о том, чтобы его простить. Потому что ошибаться могут все. Потому что ошибка такого рода даст человеку возможность личностно вырасти. Если человек раскаивается, значит он полностью совершил ошибку, значит он больше ее не повторит. И рассказывание об этом наглядно убеждает в этом нас. Но, если вы не даете человеку возможности, как бы, восстановить свое доброе имя, то ошибка может повториться. Потому что нет возможности, как бы, оправдаться. То есть, в первом случае нужно понять, что ошибаются все, и что ошибка меняет того, кто ошибся. И если человек искренне раскаивается, то нужно это принять, дать ему возможность воскользоваться вторым шансом, ну и вообще-то говоря, постараться простить. А простить это можно так, чтобы это было не искренне. То есть, то, что человек сделал, не было истинным. Это было временное помещательство, условно говоря. И будь человек слаб, человек действительно слаб, человек может совершать ошибки, человек подвергся увлечениям, потому что можно выцепить такие вот состояния человека, когда он наиболее восприимчив к чему-то. Так сложились обстоятельства, и человек совершил ошибку. Но это не означает, что он плохой. Это означает, что он просто ошибся. И чтобы понять всю ситуацию, чтобы понять и осознать то, что он ошибся, ему требуется раскаяние. А главное, ему требуется четкое донесение до него самого, что он был неправ. Но что вы готовы его простить? А вот если вы не готовы его простить за одну ошибку, то тут уже особенность вашего восприятия. Почему вы не готовы? Чего вы боитесь? Что у вас, какие-то желания у вас вызвала данная ошибка. Невозможность простить человека в первый раз при наличии у него раскаивания. Раскаивание. Это особенность вашего восприятия. И с этим нужно работать. Дальше. Следующий важный момент заключается в том, что человек может не испытывать раскаяние. И тогда предательства как такового нет. Почему нет? Дело в том, что в этом случае, в случае отсутствия раскаяния, человек действует искачая из своих интересов, и ваши интересы лишь только на какое-то время совпадали с его. Исходя из этого, можно сделать вывод, что начинает руководствоваться своими интересами, и о вас он никогда не думал. Это значит, что если вы сблизились с этим человеком, то вы дорисовали ему образ того, самого близкого вам человека, который был слаб. В действительности этот человек другой, но в вашем познании он представляется близким. Из-за того, что совпадение интересов, ваших интересов, вы восприняли как отношение. И получается, что предательство есть только у вас в сознании. Реальный человек предательство не совершал. Реальный человек всего лишь навсего. Всего лишь навсего. Действовал в своих интересах и все. Но вы, в силу того, что воспринимали его образ иначе, чем он есть и чем он был, как раз таки считаете, что он воспринял. Таким образом, нужно говорить о том, что отсеивание ошибочных элементов восприятия человека, ошибочных элементов образа человека, уберет у вас ощущение того, что вас предали. И подарит понимание как раз таки того, что человек просто действовал в своих интересах. Он не является предателем в этом случае, если он не раскаивается, потому что нет у него к вам никаких чувств. Чувств есть только у вас, и вы сами же для себя считаете это предательством. Вторая проблема. Это проблема, как я уже сказал, то, что вам нравилось чувство защищенности, вам нравилось чувство семьи, и вот это то, что вы не получали. Ранее до мужчины, то, что вы получали с мужчиной, то, что вы перестали получать сейчас, является ключевым к пониманию ваших проблем. Почему вы так отчаянно нуждались в защите? Почему вы воспринимали семью как средство защиты? Почему вы не обработились тем, чтобы быть в семье независимой настолько, чтобы не испытывать зависимости от мужчины, от семьи? Ведь ваша потребность в защите – это только ваша потребность. Ее не обязан удовлетворять сам мужчина. Ее не обязан удовлетворять себе. И исходя из этого, можно сделать вывод, что вам нужно формировать свои собственные средства достижения защищенности без привязки к мужчине. Почему? Потому что это делает вас зависимой от него, зависимой от семьи. И то, что вы переживаете сейчас – это, по сути, фрустрация на неполучение того, что вы привыкли получать определенный образ. Вам нужна была защищенность, вы ее получали через мужа и семью. Муж ушел, защищенность брабала, вы остались не защищены. Но это зависимость. И зависимость всегда плохо. Возможно, именно поэтому мужчина вас и бросил, что чувствовал, что вы в нем нужнаетесь. Чувствовал, что вы в нем растворяетесь. Чувствовал, что вы от него слишком сильно зависите. И у вас нет ничего своего. Отсюда и возникает проблема. Проблема получения того, что вам нужно собственными способами. А эта проблема уходит, скорее всего, в ваши детско-родительские отношения. Где вы не получали заботу и защищенность от родителей. Где были сформированы ваши элементы неуверенности в себе. Где были сформированы, вероятно, какие-то комплексы, которые опосредовали то, что вы зависите от мужчины как финансово, так и на эмоциональном и духовном уровне. И чтобы это убрать, нужно вот эти комплексы проработать. Детско-родительские отношения проработать. И сформировать у вас личностные средства достижения защищенности и независимости. Это не только финансовая сторона, это еще и духовно. Как? Ну, в первую очередь, определите для себя, где вы хотите себя видеть. Какой у вас идеал поведения, идеал человека? Какой у вас собственный идеал? То есть идеальное вы. И к этому нужно стремиться. А нужно больше прикручиваться к своим желаниям. Но удовлетворяйтесь самостоятельно. Защищенность не создается семьей. Защищенность не создается мужчиной. Защищенность создается, в первую очередь, самой женщиной. И вам это нужно сделать. И пару слов по поводу того, что вы написали о переживаниях относительно своей дочери, ну, относительно своей дочери и в контексте неполноты семьи. Во-первых, ваша апатия, о которой вы говорите, нежелание что-то делать, вообще-то говоря, довольно эгоистично. Вы простите меня за такие слова, но у вас есть ребенок, которому для нас счастливая мама, которому нужен счастливый родитель. И хотя бы ради своей дочери вам нужно, несмотря ни на что, сделать счастливой себя, а найти счастливой и ее. Если вы не хотите, чтобы ваша дочь была несчастной, если вы не хотите, чтобы ваша дочь переживала, так же, как вы переживаете сейчас, то ради нее вы будете стремиться к чему-то, ради нее вы будете счастливой. По поводу того, что семья не полная, хочется сказать, наверное, о счастье, повторив то, что сказали мои коллеги, то, что полная формальная семья не означает счастья. Полная формальная семья означает наличие определенных людей. Но счастье ребенка зависит от того, какие отношения между этими людьми, и если эти отношения не очень хорошие, если атмосфера в семье напряженная, она определенно была бы напряженная, если бы ваш мужчина не ушел и остался с вами против воли, например, при условии, что он сам этого хотел и так далее, то ваш ребенок еще бы больше страдал. Наиболее психодромирующие для ребенка ситуации те, когда семья формально полная, а фактически родители в этой семье живут, ну, как соседи или как кошка с собакой. То, что вы сделали, это одолжение для вашего ребенка, потому что отец у нее все равно будет, отец она с ним будет, но вот напряженным всеми родителями ощущать она не будет, и это ей только плюс. На этом все. Надеюсь, что тому к вам, как бы, проблему чисто вашу, наверное, за один ответ решить невозможно. Нужна работа с психологом, как вам порекомендовал другой мой коллега, и на формирование ваших новых целей. Нужно проводить изменения в вас, чтобы исправить эту ситуацию, а это работа. На этом еще раз хочется закончить, пожелать вам удачи. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.